Если бы у нас было больше женщин-лидеров, было бы в мире меньше войн и конфликтов. На самом деле, я считаю, что сейчас именно женщины должны встать во главе многих преобразований, связанных с тем, как мы определяем успех и как мы определяем работу. По сути, этот мир, каким он является сейчас, был построен мужчинами, и это не работает. Да, есть несколько замечательных и полезных мужчин. Но если вы вспомните время Первой Женской Революции, тогда женщины получили право голосовать на выборах. Во время Второй Женской Революции, которую в Штатах возглавили Бетти Фриден и Глория Стейном, женщины получили доступ к любой работе с равной оплатой, к любой должности, в руководстве во всех сферах. И теперь, кажется, происходит Третья Женская Революция, которая заключается в переосмыслении того, что такое успех и работа. Так что вместо того, чтобы только говорить «Я хочу так же руководить, как мужчины», пора спросить, действительно ли это лучший способ вести дела? Разве это лучший способ управлять нашим миром? И женщины говорят «Нет». Множество женщин говорят, что нам нужно по-настоящему изменить корпоративную структуру, в которой мы конкурируем, изменить политический мир, в котором мы конкурируем, а не просто соперничать на условиях, созданных мужчинами. И знаете, когда произойдут эти перемены, они уже происходят. Мужчины будут невероятно благодарны. В том, как создана жизнь, в самой природе того, кем мы являемся, есть нечто, называемое мужским и женским началом. К сожалению, мы создали мир, в котором наше представление об успехе и благополучии всецело является мужским. Очень важно понимать, что я говорю не о мужчинах и женщинах. Я говорю о мужском и женском начале. Мужчина способен проявить столько женского аспекта в своих мыслях и эмоциях, сколько он захочет и когда захочет. Точно так же и женщина, как и мужчина, способна проявить мужскую природу настолько, насколько ей хочется, когда того требуют ситуации или когда такие действия необходимы. Сейчас мы создали исключительно мужскую по своей природе систему образования, в которой учатся и женщины. Нравится вам это или нет, но, к сожалению, наше представление об успехе стало абсолютно мужским. Люди, которые хотят быть успешными, в том числе женщины, становятся вот такими, что наносит серьезный ущерб человечеству, убрав женское начало из этого мира. Вы утратите все прекрасное, нежное и изящное, все тонкие аспекты жизни исчезнут. Все, что вам останется, это только обеспечение дохода и выживания. Сейчас это вызывает серьезные опасения. 25 лет назад, в обычной беседе, никто бы не стал обсуждать экономику, не так ли? Мы говорили о погоде, обсуждали городские сплетни, пикантные истории. Мы никогда не говорили об экономике. Сегодня в любой беседе каждый говорит об экономике. Экономика означает обеспечение средств к существованию и доход. Это исключительно мужские аспекты. Я не говорю, что женщины не могут обеспечивать. Я не имею в виду мужчин и женщин. Я говорю о мужском и женском начале. Если вы сделаете общество преимущественно мужским, вы уничтожите женское начало. В этом случае все нежное и прекрасное исчезнет. Даже в женщинах. Потому что, когда вы устанавливаете стандарты, в которых это единственный способ добиться успеха, даже женщины приспосабливаются к ситуации. Кажется, они уже приспособились. Многие женщины выражают свою мужскую природу гораздо сильнее и жестче, чем мужчины. Это уже происходит. Это вызывает беспокойство. Позвольте мне поделиться историей из моей жизни. В те времена, когда мы росли, мой отец был врачом и обеспечивал семью. Моя мать не заработала ни единой рупии за всю свою жизнь. Но никто никогда не думал, что она ниже него из-за того, что она не зарабатывает. Нет, она была значимым и ценным человеком в семье. Вспоминая детство, когда я оглядываюсь назад и смотрю на свою жизнь, со всем должным уважением, я понимаю, что смог бы легко прожить без отца. Но я не могу представить свою жизнь без матери. За свою жизнь она не заработала ничего. Но дело не в этом. Откуда брались деньги, не имело значения. Но то, как все делалось в доме, вот что было самым важным. Речь идет о простых вещах. Она делала в доме абсолютно все, от рукоделия до приготовления пищи и всего остального. Потому что не хотела, чтобы кто-то другой делал это для ее мужа и детей. Она хотела делать все сама. Если мы уезжали куда-то, и нам приходилось там ночевать, то увидев однотонную наволочку без рисунка, знаете, в отеле всегда простые белые наволочки, она говорила, как дети могут спать на таких наволочках, вытаскивала иголку с ниткой и тут же за пять минут вышивала маленького попугая или цветок. Этот маленький зеленый попугай, я пристально смотрел на него и засыпал. Этот маленький зеленый попугай так глубоко отпечатался в моем сознании, что даже сегодня я чувствую это ощущение заботы. Я думаю, что он настолько глубоко запал мне в душу, что во многих отношениях то, кем я являюсь сегодня, это проявление того маленького зеленого попугая, который она вышивала на той наволочке. Так что это женское начало. Я не говорю, что все вы должны вышивать. Но я хочу сказать, что это ощущение заботы, присуще женской природе. И это то, что нам нужно. В йогической системе хатха-йога — это общеизвестное слово, которое используют повсюду, как правило, без понимания его значения. Хатха-йога означает «ха» — значит солнце, «та» означает луна. Речь идет о создании баланса между мужским и женским началом внутри себя. Только когда эти две вещи должны образом сбалансированы внутри вас, вы становитесь полноценным человеком. В противном случае вы неполноценны. Хадь-йоги, который является источником йоги. Я знаю, что в Калифорнии источником считается Мадонна. Адь-йоги представляет собой наивысший идеал мужчины. На всех изображениях одна его половина женская, другая — мужская. Он — наивысший идеал мужчины. Но одна его половина женская, другая — мужская, потому что в настоящем человеке мужское и женское находятся в балансе. Я не понимаю, почему на рабочем месте вообще возникает вопрос о половой принадлежности. Почему вы всегда должны смотреть на кого-то как на мужчину или женщину? Вы можете смотреть на каждого просто как на человека или частицу жизни.